Аким области посетил два крупных предприятия города Кокшетау, ознакомился с ходом работ и планами развития. ТО «Агротрак» занимается продажей сельскохозяйственной техники. Площадь предприятия составляет порядка двух тысяч гектаров. ТО «Агротрак» на казахстанском рынке с 2013 года. В Акмолинской области предприятие функционирует с 2017 года. Общая стоимость проекта – 800 миллионов тенге. Возможность капитального ремонта доходит до 150 единиц самоходной техники. Поэтому решили здесь приобрести участок и организовать полноценный филиал. Территория здесь у нас 1,9 гектар. На нем располагается торгово-производственный комплекс, который включает в себя АБК и складские помещения. На сегодняшний день здесь работает 52 человека. Средняя заработная плата – 250 тысяч тенге. В связи с расширением предприятия будет организовано обучение специалистов. Наши предприятия занимаются поставкой сельскохозяйственной техники запасных частей и обслуживанием той техники, которую мы реализуем нашим покупателям. Также мы являемся официальными дилерами немецкой компании «Амазона» и ряда других производителей. Компания «Агротрак» имеет филиалы в Кустанайской области, в Аладарской области и в Восточно-Казахстанской области. Кроме того, глава региона Ермек Маржакпаев ознакомился с ходом работы ТО «Астана-Моторск-Окшетау». В сентябре текущего года проект введен в эксплуатацию. Его стоимость составила более 1 миллиарда тенге. Я думаю, что хорошую точку мы получили. Я думаю, да. Необходимо. Очень удобно, чтобы уже теперь уже ближайшая у нас где была столица? В столице, да. Сейчас метропавловский нету, здесь только у нас. Официально нет. Да, то есть получается для нескольких областей у нас будет пациенток наш. Здесь же мы реализовываем новые машины. Сервис. Сервис реализовываем, делаем ремонт. Все условия, все здесь. Работаем без выходных. Запчасти оригинальные, да. Сегодня никаких вопросов нет. Площадь территории города Ковшетау составляет 400 квадратных километров. Население более 165 тысяч человек. Объем промышленного производства составил 173 миллиарда тенге. Также в преддверии Дня Республики в месячных пожилых людей Ермек Маджакпаев посетил пансионат для престарелых и пожилых людей Омадшанрак. Подарил подарки и поздравил с наступающим национальным праздником. Стало очень хорошей, доброй традицией несколько раз в год к вам приезжать. Хорошо. Сегодня и, наверное, за все эти годы, уже восьмой год я с вами работаю, не было ни разу, чтобы в месячных пожилых мы не приехали к вам. Сегодня такой особый месяц, месяц мудрости, мы его называем. Мы приехали с нашей командой, приехали наши артисты, поднять вам настроение, пожелать вам всем крепкого здоровья, благополучия, долгие лета. Мы вас всех очень любим, уважаем, ценим. Пансионат для престарелых и пожилых людей Омадшанрак начал функционировать в 2016 году. Общая стоимость проекта составила 45 миллионов тенге. В учреждении предоставляются специальные медико-социальные услуги для людей престарелого возраста и инвалидов в условиях стационара. На сегодняшний день в пансионате проживают 50 человек. Из них 38 человек получают доплату за проживание. Спасибо большое, что уделяете нам внимание. Мы с вами видимся не в первый раз. Спасибо большое за подарки. Для постояльцев пансионата организовано четырехразовое питание. В учреждении имеются 17 жилых комнат, кабинет ЛФК, пищеблок, столовая, медкабинет, комната для персонала, производственные помещения, склады, прачечная. Здесь работают 22 человека. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова